МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просторный двор, готовая банька, рядом строящийся двухэтажный особняк. И долг за электроэнергию на сумму более 20 тысяч рублей. Назвать владельца всей этой собственности, что в поселке Приволжске, не платежеспособным потребителям, отчего-то язык не поворачивается. Судебные приставы исполнителя должника дома не застали, однако искать его продолжат. Если долг не будет погашен, на часть имущества может быть наложен арест. Крайняя мера, но эффективная. У судебных приставов из Волжского района находится около 230 исполнительных производств на сумму более 1 миллиона 750 тысяч рублей. И это только в пользу ТНС «Энергомариел». Если входим в помещение, если доступно, то производим аресты, значит, вручаем требования должнику. Был у нас недавний случай, мы оставили, значит, повестку должнику, он добровольно пришел, предоставил автотранспортное средство, где мы успешно арестовали. Эффект отмечают и энергетики. Возьмем недавний пример. В феврале мобильный офис ТНС «Энергомариел» побывал в Горномарийском районе, после чего практически все должники кому-либо вручили уведомления, либо ввели режим ограничения потребления электроэнергии, оплатили счета. Сумма задолженности 14 479 рублей 68 копеек. В Волжском районе насчитывается около 60 тысяч потребителей. Суммарная задолженность по району превышает 5,5 миллионов рублей. Из них в Приволжском – 1700 потребителей, накопивших долг на сумму более 1 миллиона рублей. Республиканская акция «Платить за свет легко» в Морел проходит уже не первый год. И во всех районах. Но, пожалуй, впервые и энергетики, и мы, журналисты, столкнулись с довольно странным поведением главы администрации поселка Приволжске. Для приема энергетиками жителей Приволжского он до последнего дня определился с помещением. И в итоге предоставил аварийный кабинет. А на просьбу просто пообщаться отреагировал так, словно сам задолжал кругленькую сумму за электроэнергию. Здравствуйте. Александр Сергеевич, подскажите где? Нет его. Убежал? Да, да. Глава администрации вас спрашивает. Это был он, да? А, ну понятно. Александр Сергеевич. Убежал, он убежал. В местный дом культуры энергетики переехали вынужденно, чтобы не срывать акцию и ответить на многочисленные вопросы жителей поселения. Здесь, в небольшом, на уютном кабинете, жители Приволжского могли не только оперативно оплатить счета за электроэнергию, но и переоформить договоры на энергоснабжение, получить консультации по начислению ОДН, другими словами, полный комплекс услуг. Кроме работы с должниками, мобильный офис делает ставку на новые услуги, которые оказывает НС «Энергомариел». В их числе новый сайт. Мы об этом говорили неоднократно. В ближайшее время будет доступна новая функция, новая услуга, бесплатная для всех потребителей, электронная квитанция. Удобно, быстро, просто. Счет формируется, и в этот же день приходит потребитель. Не надо дожидаться получения квитанции по почте, бумажное видео, не надо идти куда-то. Достаточно все сделать дома на рабочем месте. Подробнее о возможностях нового сервиса на сайте ТНС «Энергомариел» расскажем в ближайшее время в эфире информационной программы «12 новости республики». На днях мобильный офис побывает в селе Помары. И хочется верить, что глава местной администрации, в отличие от коллеги из поселка Приволжский, будет больше настроен на совместную работу, которая в конечном итоге полезна для поселения и всего района. Стоит напомнить, что акция «Платить за свет легко» проходит при поддержке правительства Республики Мариел. А значит, представители органов местного самоуправления, даже если они очень заняты, должны оказывать как минимум содействие в организации мобильного офиса, который работает в первую очередь для населения.